в наших краях такая дичь не водится краснодар это очень жарко и очень душно друзья приветствуем вас на нашем канале каждый день добрый день меня зовут лора софия снимает олег мы сегодня находимся в краснодаре ощущение после питера необычные чувствуем себя как в сауне реально мы заселились в отель южная башня обязательно покажем обязательно покажем обзор нашего номера это отель южная башня номер обошелся 4895 рублей или что такое точнее напишу огромная ванная комната есть все средства косметические даже зубная щетка есть большой шкаф сейф вешалки о даже халаты есть отлично и там огромная комната с кондиционером все прохладно шикарная большая кровать камин телевизор офигеть и даже есть я так думаю холодильник да большой и морозилка вот вид на краснодар краснодар это очень жарко и очень душно на самом деле ребят мы приехали сила нас немножко оставили очень длинная была дорога и сегодня 30 до 35 было в дороге мы упали поели в номере но все-таки хотя бы на пять минут выйти на пройтись посмотреть до парка галецкого не пойдем туда 5 километров уйти до парка галецкого мы не дойдем мы чуть-чуть пройтись показать вам город и себе тоже конечно же мы хотим что пойдем вот уже какая красота красиво очень уютно но видимо не нашли того человек который восстановит серединку не не я думаю это была коммуналка это все вы купили а то то осталось пусть так будет тогда забавно в краснодаре мы не остались без фруктов и черешни даже на улице после закрытия рынка на рынок мы пойдем завтра на 350 рублей мы купили полтора килограмма урюка и килограмм не два килограмма два килограмма урюка и полтора килограмма череш но по питерским ценам это конечно очень дешево наверное здесь но наверное здесь я скажу вот это да ребята вы купили задорого лохи но мы такие вы знаете а вот ценой рынок туда мы хотим сходить завтра это совсем недалеко от нашей гостиницы буквально даже 4 минуты до пешком посмотрим что здесь есть и что с ценами мы нашли безлактозный кефир интересно если его купить он доживет очень хочется окрошечки очень вкусный кефир до эфир очень красивая такая продукция не знаю аппетитная может это я придумываю конечно вяжу за интересно аварийца нет у них просто кваша 35 рублей а давайте возьмем варенец попробовать мацоним 35 рублей прямо интересно давай мацон тоже возьмем сейчас ешь его да устроим дегустацию интересно а есть безлактозный кефирчик творожок не знаю не знаю а вот это это обезжиренный 69 рублей но это не безлактозный фермерский сыр мякин но если сравнивать со вкусвиллом цена очна конечно вы вышли погулять не не мы мы зашли просто посмотреть это называется голодные люди из кронштадта будем пробовать для нас такой необычный стенд черноморские устрицы и мидии с нашей фермы в наших краях такая дичь не водится добрый день дорогие друзья доброе солнечное жаркое краснодарское утро прекрасное настроение 9 утра 27 градусов мы таем мы таем мы идем на завтрак хотим покушать не удивляйтесь такой с нами бывает заодно покажем какой завтрак потом пойдем на рынок который мы показывали вам вчера а сегодня будем его исследовать и закупаться что-то в дорогу потому что в крыму говорят завтрак сервируется соседнем доме это ресторан мы вчера заказывали еду из этого ресторана хочу вам сказать что все очень вкусно до салатики супчики все замечательно так что рекомендуем здесь минюале карта заполняется заранее мы вчера написали что мы хотим и нам сейчас выносят то что мы хотим в принципе ждали недолго с костромове не сравнить да и самое приятное что есть возможность выбрать сволочь да есть возможность выбрать завтрак без лактозная там каши нам на воде в нашем случае посадите сырники нет у нее еще будет вафли и мы на горячее взяли омлет бесплатное питание молодцы приятно так снаружи вещевой рынок как я читала а внутри продуктовый а я бы подумал что это цирк но на самом деле как пишет в интернете что это здание было отдано временно под рынок но она так и здесь и закрепилась все начни просто так мне показалось на цирку построили рядом да пахнет нет ой крыжовник есть уже абрикос 160 чуть-чуть вишня 120 через 6 70 рублей так но здесь такой микс получается микс из всего колбасы соленья но мы колбасы брать не будем да расскажи спойлер за колбасами мы поедем в другое уникальное место и обязательно вам покажем там где мы берем может мы даже ради него и приехали сюда изначально да ну так вот 800 колбаса 900 600 цены разные нравится тебе сонь повернись там соленья и смородина уже есть не знаю но так же красиво красиво успокойтесь ой какой крыжовник они подскажите это местный или что же выражены а потом покажем почем 500 рублей 500 ну да ну красиво да да это сладкое спасибо эти покупаем девочке мальчики красавыцы красавыцы спасибо ой какие ну что покупаем и покупаем да все берем все слушай айцо дешевле чем в магазине яйца в магазине не 80 здесь 70 нет здесь даже да но вот мы вчера были в магазине она там 8 сутбук рыбный отдел пойдем смотреть да сейчас идем а здесь заморозка мне не двое так же отдельно всем до 1400 пары полторы у васю большой это прям реально все 3000 тысячи две тысячи сон кубанский 400 рублей килограмм а здесь еще больше а вообще что из него готовят маринуют баллыки мы видели в ростове маринованные вкусные котлеты это голова Олеж, представляешь, такую уху сварить из такой головы. Надо купить и сварить. А сколько стоит голова? Пятьсот рублей километров. Ну, не довезем. Ну, не довезем, да. Семь часов ехать. О, Раки. Сейчас подумаем. О, Камбала, Черномол. Намбала, намбала. Черномол. О, Раки. Ой, живые. А кто это? Какой-то маленький. Хорошо, братьте. Наши покупайте. Ростовские девочки. Здравствуйте. Здравствуйте. Ага. Возьми рыбки вкусненькой. С цикрой. А? Да возьми. Мы не скушаем. Но вы посмотрите, какая рыбка это. Вы где возьмете? Я не знаю, что это за рыбка, но не знаю, какая красивая. Это тарань. 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 Я хочу тараньки. Давай пару. Я не люблю когда свеженькая, а мы по суше. Есть по суше. Нет. Вот, для вас, для вредных клиентов все есть. Есть сушь, да. А по чем рыбка? Она разная есть, девочки. От 70 рублей за штучку. Угу. Покрупнее будет подороже, мельче будет подешевле. Ну что, возьмем рыбку? Да, помельче тогда. Вот совсем маленький. Есть по 10 рублей у нас были в тот раз. Я правал. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я правал. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. 120 купили. Персики 150 рублей. Ой, клубничка какая хорошая. Да видно, что хорошая. Сербская, наверное. Не издеваешься. Какая сербия. Нет, черешня 200 рублей. Это. Нет, это 200 рублей. Это разные калибры, разные вкусы. Ой, персики какие. Персики тоже надо взять. Ну, идем посмотрим. А зелени, смотри, сколько. Я не видел такую долгую. А я и видела. Она вкусная. Она такая смесь ананаса. И бананаса. Да, и бананаса. Ой, зелени, сколько. Помидоры 100 рублей. Слушай, Олег Евгеньевич, ну надо будет и баклажаны взять тогда уже. Да нет. И перцы. А чего? Пусть будут. Думаешь, ну да. Конечно. Капуста 40 рублей, помидоры 130, баклажаны 130. А здесь картошка дешевле, здесь 50 рублей. Угу. Да. Вон, такая же картошка 50 рублей. Зелень, пучки по 25 рублей. Ой, а вот это было просто помыть и это. И свезь там. Да. Маслечко. Слушай, ну он, конечно, до бесконечности можно ходить, а у нас нет времени. Давайте. Да? Давайте. Вон, огурцы 25 рублей. Подходим к черешке. Масло. Делайте. Ой, какая малина красивая. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас. Отходим, набираем из Армении. Вот это изобилие. А что делать? Когда надо, надо искать. Ой, клубничка 180 рублей, отборная прям. Какие абрикосы. Абрикосы. Вот чё. Да? Надо будет купить такие. Давайте армянские потом возьмем. Да. Потому что это мы уже взяли. Потому что такие вот взяли, да. А вот в интернете писали, цен нигде нет. Продавцы обманывают. Ну вот как так можно? Да. Вот везде цены написаны, пожалуйста. По 60. А сегодня мне надо заобедать домой. Поэтому я... 170 рублей. Ленина. Ой, как пахнет. А что хрень Ленина? А что хрень Ленина? Я боюсь даже спросить, почему хрень Ленина? Хрень Ленина. А, хутор. Всё, всё, извините. Я думаю. Ну тоже очень красивая. Наверное, сладкая. Наверное, славится, да? Что-то хутор Ленина. Хрень Ленина. Наверное, на варенье хорошо такое. Пойдем. Я возьму. Потому что Ленина, я должен взять это. Ну, рынок большой. Конечно, конечно, мы хотим клубнику. Где такие? Мы не хотим. Но она единственное, что не доедет, и ее надо будет в машине есть. Ну, давайте просто поедем. Да, килограммчик возьмем, в машине съедим. О-о-о. Тут молочка. Слушай, у них до сих пор гранаты растут. Они вечно растут. Вечные гранаты, вестники разлуки, помнишь? О, вот он он. Сколько стоит, скажите? Тутовник. 200 рублей, 250 у кошка большого. Ага. Вон то побольше. Что-то какой-то тутовник золотой или? Золотой тутовник. Я думал, знаешь, по цене 100 рублей. Семечек. Там тоже что-то есть или посмотрим? Орехи. Ну да. Чурчхела, чурчхела. Рядами. Вот, вот самая рыска. Да. Холодный. Холодный. Позволю же, пожалуйста. О-о-о. И все хочется скупить сразу же. Ага. А вторики пришли. Ой, как пахнет вкусно специями. А на нас? А на нас? Здесь уже специи. Зелень. Ну так, пойдем туда. Да. Там хотя бы цены написаны. Море пахнет. Море пахнет. Море пахнет. Это таранька из Азовского моря. Потемнее. Да вот, боже мой, берем и пробуем. Ну пробуем. Бери и пробуем. Какое, видите? А чеса хотела, но чуть-чуть грязный. Ммм, вкусно. Пахнет Лениным. Я не знаю, как пахнул Ленин. Ну хорошо, наверное, все. Ну что, дожмем, Олег? А? Будешь брать, нет, Ленина? Не знаю. Бери, бери. Ну хватит, ладно. Жадность. Ага, вот так хватит. Картошечка такая красивая прям. Так. Что? Ага, давайте. Ой. Спасибо. Ну как, нравится рынок? Очень. Очень. Правда, цен на ягоды не хватает. Очень. Да, вон те. Хотели продать уже кружевник за 500 рублей килограмм. Что, товарищи, 10 утра. 30 градусов Цельсия. И мы решили, что надо ставить памятник тем людям, которые в такую же руку ходят. В черной одежде, в черных рубашках и в черных кепках. Это смелые люди. Краснодарцы выкруты. Потом cubочка подачка. Михаил Халкото. Радиограмма. Рисhasы. Оphabet. Вы т europé самые. Да! Субтитры подогнал «Симон»